Хабанера, одинокий пастух, испанский танец. Эти музыкальные произведения сегодня прозвучали на концертной сцене городской школы искусств. Там прошел региональный конкурс исполнителей на народных инструментах в рамках областного конкурса. Игру юных дарований прослушала Любовь Пермякова. Яркие аккорды, слитное звучание и, конечно, страстный испанский характер. Ансамбль гитаристов «Вдохновение» школы искусств города Наринмара исполняет испанский танец. Кроме этого произведения, в программе выступления ансамбля гитаристов еще три знаменитых произведения – «Хабанера», «Эх, дороги» и «Одинокий пастух». Высокий уровень исполнения гитаристов удивляет. И это несмотря на то, что самому маленькому музыканту всего семь лет, а самой опытной – двенадцать. Одна из них – Елизавета Лохно. А родители твою игру наверняка уже слушали. Как они оценивают? Им очень нравится. Каждый день я играю и в восторге. Вот и сегодня были в восторге все, включая преподавателей, родителей и гостей конкурса. Ведь игра в ансамбле – это трудное совместное творчество. Здесь важно не только слышать себя, но и партнеров по сцене. Уже несколько лет это удается двум аккордеонисткам из ансамбля «Серпантин» – Елизавете Филипповой и Юлиане Носовой. Как смеясь говорят девушки, теперь выступая на концертах, они слышат не только музыкальные ритмы, но и ритмы сердца друг друга. Родственники в шутку называют их музыкальные синхронистки. Вы уже чувствуете друг друга, когда кто-то в настроении, не настроение? Да. Тяжело было, когда пришла в школу заниматься? Нет, у меня начало сразу все получаться. У меня брат ходил, я думала тоже пойти. Я пошла к Надежде Михайловне, и она сказала, что у меня сразу все получалось. Я пришла в маскальную школу, когда была в четвертом классе в обычной школе. Мне было лет десять тогда. А пришла? Не было желания бросить музыкальные? Нет. Как-то все хорошо было, получалось. Ансамблю «Серпантин» есть чем гордиться. В копилку детской школы искусств они внесли весомый вклад. Они и лауреаты региональных всероссийских международных конкурсов, и лауреаты областного конкурса в городе Архангельске. Отборочный тур, которого завершился. В этом году конкурс был просто шикарный. Участников было немного – 28 солистов и три ансамбля. Но все ребята очень показали достойно себя и показали очень хороший, высокий уровень исполнительства на народных инструментах. Ведь в наше время заставить ребят играть на народных инструментах и убедить, что это здорово и что это надо нам, очень сложно. Но и ансамбли сегодня, три ансамбля выступал. Это ансамбль «Вдохновение» гитаристов, многочисленный ансамбль. Чем больше людей в ансамбле, тем сложнее добиться вот этой вот слитности звучания. Ансамбль баянистов, и Нютина Арина, и Кузьмина Татьяна, и ансамбль «Серпантин» – все ансамбли заняли гран-при. Это очень приятно. Самая высокая награда. А это значит, наши музыканты выступят на областном конкурсе исполнителей на народных инструментах среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Конкурс исполнителей на народных инструментах поддержан в рамках государственной программы «Культура русского севера» как один из значимых проектов культурной жизни региона.